Российский офис Kia представил Stinger 2020 модельного года. На российском рынке первый в истории марки Gran Turismo будет по-прежнему представлен в шести версиях, хотя сами комплектации теперь перекомпонованы. Самая доступная версия Comfort получит полностью светодиодные фары, из-за чего цена выросла на 40 тысяч рублей. В исполнении люкс появились отделка сидений эко-кожей, а также датчики парковки спереди и сзади. Панель беспроводной зарядки смартфонов, напротив, исчезла. Как уверяют маркетологи, она оказалась невостребованной клиентами. Kia Stinger Prestige скинул 180 тысяч, и это при заметно обогатившемся оснащении. Кроме парктроников по кругу, в списке оборудования теперь значится продвинутая медиа-система с девятью динамиками, восьмидюймовым дисплеем и трехмерными картами. Комплектации Style, GT Line и GT в 2020 модельном году останутся без изменений. На российской презентации Audi Q3 мы побывали месяц назад. Компактному кроссоверу понадобился год, чтобы выйти на наш рынок. Но в случае с купеобразным вариантом Q3 Sportback все оказалось быстрее и проще. Впервые модель показали летом, и вот российские дилеры уже принимают заказы. В России Sportback ожидаемо предложен с такими же моторами, как и у исходного Q3. Младший вариант – переднеприводный, с шестиступенчатым преселективным роботом. Старший двухлитровый – уже с семиступенчатой коробкой и полным приводом. Доплата за купеобразный кузов выходит около 275 тысяч рублей, а фактические поставки машин начнутся в первом квартале.